Ну, может быть, не было бы, конечно, и никаких бы особых файтов. Ой. Бедняга. Покойся с миром. Такс, раз, раз, два, три. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Всем привет, друзья, вы на канале SkyTopGames. Ты, боже, ты слышишь эти дикие крики тираннозавров, рексов, там, не знаю, юторапторов. Да, ребятки, это Jurassic World Evolution, но это не просто прохождение. Ребята, я давным-давно снимал какой-то такой своеобразный эксперимент в Jurassic World Evolution. Всем тем, кто не смотрел, ребятки, ссылочка будет в описании. Я хотел снимать данные эксперименты, различные такие, знаете, файты между динозаврами в этой игре. Вот. Но, не знаю, что-то у меня потом застопорилось, короче говоря. И как-то я тут лазаю-лазаю в своем канале, в старых плейлистах и смотрю. Опа, Jurassic World Evolution. Слушай, а я же планировал снимать различные файты в этой игре. Ну, что же. Я надеюсь, вам понравятся данные видео. И мы, ребятки, начинаем. Короче говоря, сейчас я вам все расскажу по порядку. Вот. Ну, а ты присаживайся поудобнее, запасись вкусными печенюшками, горячим чаем, не знаю, кофе или еще чем-то. Вот. Короче, мы начинаем, ешкин-матрешкин. Давайте расскажу вам вкратце, что мы сегодня будем делать. Ну, смотрите. В прошлой серии, в самой первой серии, в Jurassic World Evolution, друзья, у нас был такой файт. Там, короче говоря, у нас циратозавр бился против трицератопса. Мы выпускали по отдельности сначала одного трицератопса, потом одного циратозавра, потом выпустили двух трицератопсов, одного циратозавра. Вот. А сегодня, боже, как они все галдят. Посмотри. Блин, это струть амимы. Короче говоря, ребята, сегодня у нас будет экспериментальный такой, я не знаю, можно ли это будет назвать каким-то боем или еще чем-то. Но это будет экспериментальное видео второе. Вот. Посмотри. Короче говоря, у нас тут струть амимы такие собираются в небольшие группы пати. Да, это вообще животные, которые, они, короче, держатся стадами. Давайте я вам покажу. У них сейчас так все замечательно, все хорошо, они все весело, задорно бегают, у них все прекрасно. О, пошел попить воды. У них здоровье полноценное, еда, вода, их все как бы сейчас устраивает. Пастбище, лес. Ну, хотя по комфорту что-то, что-то не то. Я не знаю, с чем это связано. Короче, видимо, они тут просто переплодились и уже друг друга не устраивают. Все хотят куда-то съехать в отдельные клетки. Но у них популяция замечательная, у них общительность на высоте. Ну, ребята, раз вы хотите сегодня съехать в отдельные клетки, сейчас мы вам это устроим. Так, смотрите, короче говоря, я вам сейчас расскажу. Так, карты, давайте посмотрим. Наши струтиамимы. Короче говоря, их 29 штук, да. На всякий случай, я, конечно же, улучшил наши, короче говоря, ворота. Я тут провел электричество. Вот. И, короче говоря, сейчас мы посмотрим, что будут делать 30 струтиамимов, если к ним придет один циратозавр. Ох, ох, ох. Я думаю, это будет трэш. Ну что же, ладно, давайте, короче говоря, сейчас выводим последнего струтиамима. Не обращай внимания, если ты видишь, что здесь множество динозавров не открыто. Хм, я это все сделаю специально для следующего видео. О боже, слушай, не надо вот сейчас мне что-то рассказывать. Итак, ну что ж, давайте выпускаем 30-го струтиамима. Последний струтиамим, главарь этой всей банды. Боже, они так великолепны. Мне даже сейчас будет... Я, знаете, я сейчас буду со слезами на глазах смотреть, что будет происходить. А теперь на арену выводим страшного циратозавра. Я не знаю, я, короче говоря, я не стал его модифицировать, добавлять какие-то к нему особенности, там, защита, атаки, живучести и прочего. Короче говоря, просто выводим одного циратозавра и посмотрим, что будет здесь вообще сейчас твориться. Ох, как это выглядело в меловом периоде, я даже представить себе не могу. Поехали. Встречаем, друзья, аплодисменты. О боже. Пожалуйста, закрой сейчас ушки. Ох, ха-ха-ха. По-моему, струтиамимы уже в панике. Да, ты видел, струтиамим один пробежал и... Просто был шокирован. Так, ребятки, сори за тот момент, что я не записал, когда у нас погиб первый струтиамим, и наш циратозавр там охотится уже, по-моему, еще за следующим струтиамимом. Они тут все в панике, короче, понял? Разбежались кто куда. Сначала, вот, я скажу тебе, вот этот первый струтиамим... Где он? Вот мертвый, которого он только что съел, он нагло решился пробежаться просто рядом с циратозавром. Но не тут-то было. Циратозавр сразу же врубил эдакого батю. Боже, струтиамимы настолько... Я не знаю, они просто настолько... Любопытные, что они прямо-таки, смотри, они не боятся и подходят прямо к циратозавру. Это сумасшествие, это сумасшествие. Ну и что у нас делает один циратозавр? Слушай, ну я вообще думал, что как бы... Он здесь сейчас буквально за секунду всех растерзает, просто нарвется... Забежит вот в эту толпу галдящих цыплят, и всех их сразу же просто без разбора начнет убивать. То есть не просто как с тем струтиамимом первым, да? Он закусил и все. Нет. Видимо, он немножко насытился. Ну, я не буду специально ему в клетку добавлять какого-то мяса сюда ставить. А просто буду ждать того, когда... Он нападет на стадо этих струтиамимов. Да что же. Почему вы все такие, я не знаю, любопытные? Зачем подходить? Настолько близко. Хм, ну, давайте, ладно, давайте устроим трэш. Вы хотите трэш? Мы устроим трэш. Мы выведем сейчас еще одного циратозавра. А следом выводим еще одного циратозавра. Ох, это сейчас будет что-то с чем-то. Выпускаем, и у нас уже три готовых циратозавра. Так, давай посмотрим на карте. Так, это второй у нас циратозавр. Малышка. А где у нас первый? Ох, стой. Что мы делаем? Мы хулиганим? Я тебя смогу утихомирить. Не переживай. Да, вообще, конечно, против... Против стада струтиамимов у них вообще тут шансы просто великолепные. Тысяча на один. Ну, я не знаю, это, конечно же, не исла. В ИСЛе можно было бы каким-нибудь галиком запинать того же циратозавра. Хотя, ну, это было бы полное сумасшествие. Я думаю, один циратоз мог бы справиться с толпой обезумевших галиков. Так, а им все мало? Им все мало, я смотрю. Ну, я не знаю. Давайте выпустим... Стой, 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 стой. А, минус один. Ну, слушай, я думал, что он сразу же накинется на второго. Непруха, непруха, мертвый. Ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. У нас там, короче, пошло-пошло все не так, как планировалось. По-моему, да, циратозавры немножко разозлились. Галдящие галики. Их тут немножко... Галики, боже. Струтиамима их... Ой, у нас, по-моему, даже Струтиамима один... Боже, он убежал, посмотри. Он разбил электрическую решетку и убежал. Просто здесь начинает с паника. Я, кстати, модифицировал еще одного циратозавра. Я ему кое-что добавил к атаке. Я буду шокирован, если сейчас у нас будет файт между циратозаврами. О-о-о, да ладно, бедные галики. О, нет-нет-нет. Слушай, я тут смотрю, тут вообще просто трешняк. Пошел, у нас два церкви сцепились меж собой. Ну, видимо, они делят... Наверное, да. Скорее всего, они делят пастбище. Ну, и кто же из вас выиграет, малыше? Слушай, а вот этому вообще просто наплевать. Он там ходит, себе пожирает галиков. Боже, Струтиамимов, простите. Нет, ну это реально... О-о-о-о-ой-ой. Да, у нас, короче говоря, что-то пошло не так. У нас пошло все не по плану. У нас, короче, пошла дележка территории. Угу, ну что ж, давайте и устроим еще веселуху. Подожди, 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 стой. Посмотри. Великолепно. Слушай, но у вас, в принципе, одинаковые шансы. По здоровью. Ну, если вот сейчас первая цера атакует вот эту... Нет, они расходятся, они расходятся. Так, ну, короче, я тут еще добавил парочку цератозавров. И тут вообще просто началось мясо. Ну, скажу, что цератозавры не могут держаться почему-то в стае. Они начинают друг друг колбасить, блин. Один за одним друг друга уничтожают. Я, конечно, надеялся, что... Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, я вообще надеялся, что как-то цератозавры вроде бы сплотятся. Но, короче говоря, цератозавры держатся каждый сам за себя. И крушат, то убивают друг друга, то убивают бедных струтьямимов. Ой-ой-ой. Малыш, бедный малыш. Слушай, но я не остановлюсь на этом. Давайте выведем еще парочку цератозавров. И выпустим этих монстров. Слушай, полигон смерти. Ну, мало того, что у нас там три, по-моему, струтьямима убежало за ворота, короче говоря. У нас там бегают, где у нас ходят туристы. Туристы в шоке такие офигевшие просто. Так я тут еще и полигон смерти просто устроил. Давайте, церки, разметельте здесь все. Кто же из вас останется последним из магикан, да? У нас здесь сражение галики, блин, струтьямима у нас тут бегают. Шансы, шансы, все. Это у нас, по-моему, да, это модифицированная цера. Кстати говоря, по-моему, она уже здесь убила двоих. По-моему, вот этого цератозавра. На ее счету двое погибших. Слушай, модифицированная, это значит неплохо. Это прекрасно. Ай-яй-яй, струтики, как не стыдно вот здесь забиться. Смотри, короче, струтики все забились вот в этом лесу, вот. А церки у нас ходят вот здесь вот. В середине, в центре, да, арена. Так, минус еще один струтик. Струтики, слушай, я бы на вашем, да, месте ломал бы ограждение. По-моему, там у нас струтики в панике. Они начинают все выламывать, просто крушат все ограждения. Ну не могут, ну не могут никак церки держаться в стае, блин, боже. Почему тогда я держусь в стае какими-нибудь хищами, Вайли? Объясни мне это. Слушай, они могут сражаться втроен. Так, здесь бой назревает, здесь, по-моему... Ага, ага, двойной файт. Посмотри, сейчас будет двойная битва. Нет, вот эта цера, по-моему, она... Да, он слишком ранен, и он понимает, что лучше... Ну его нафиг, держаться подальше. Вот это паника. Слушай, даже в юрском или в меловом периоде такого не было. Я думаю, что на следующее видео, наверное, может быть, как бы сократить немножко... Ммм... Арену. И... И-и-и, наверное, я думаю, сделать чуть-чуть покрепче ограждение. Слушай... Ну давайте, давайте, ребята. По-моему, посмотри, струтиами мы те, которые... Выбежали через ограждение, они вернулись обратно. Типа любопытство, да? Что, у нас минус цера? Да ладно, минус цера, минус еще одна цера. Слушай, ну давай полнейший фарш вообще. Друзья, встречаем еще двух цератозавров. Итого, сколько мы уже имеем цератозавров? Одиннадцать. Одиннадцать цератозавров. Ну, ну не... Нет, двенадцать цератозавров. Ну не то чтобы двенадцать, конечно, но... Слушай, наверное, посчитать у нас... Один убежал где-то за ограждение, там пугает туристов. Ладно, он будет не в счет. Четверо у нас, по-моему, погибших. Ну, короче говоря, у нас... Где-то в клетке бегает, наверное, штучек семь цератозавров. А струтиамимов у нас тут осталось... Ну, я не знаю, порядка, наверное, может, пятнадцати. Ну, короче, всем им хана, это сто процентов. Но меня волнует тот факт, почему церы дерутся друг против друга. Почему они не могут держаться в стае. По-моему, сейчас будет захват. Да. Удушающий захват и минус цератозавр. Боже, мне кажется, я на месте бы этого галика сейчас бы повесился на какой-нибудь пальме от страха. Ого. Слушай, я думал, что сейчас он... Прямо-таки накинется на этих струтиамимов. Еще один файт. В общем, я скажу так. Короче, церкам уже, знаешь, вообще просто плевать. Им уже плевать на бегающих здесь струтиамимов. Они, короче, выясняют и просто делят территорию. Меж собой. Ну, понятно, да? Короче говоря, то, что, типа, слушай, нифига себе. Здесь столько мяса, мне хватит его там на несколько лет вперед. И я тут еще должен делиться с кем-то. Да, ну вас нафиг. Все, короче, у нас тут везде просто выяснение отношений. В общем, так, друзья, скажу так. Со всей той бригады, которая у нас здесь была... Участвовала в файтах, да, в нашей клетке, на нашей арене смерти, у нас остался вот этот цератозавр, которого я модифицировал. Так что, ребят, не кушайте геномодифицированные продукты. Это очень вредно. Вот. Была последняя междоусобица. У нас два цератозавра, в общем, дрались меж собой. Короче, один из них погиб. А потом наш геномодифицированный цератозавр напал на того и отправил его на тот свет и по итогу скушал. А из всей той... Из всего того стада струтиомимусов у нас осталось всего лишь 7 штук. Представляешь? Из 30. Ну, конечно, половина перегрызли, половина у нас убежала. Потом каким-то чудным образом они возвращались. И у нас на пастбище остался наш модифицированный цератозавр. Да, все-таки скажу так, что лучше не выпускать несколько цератозавров на одну арену. На одно поле, да? Потому что они, ну, не могут, они никак между собой поделить всю ту добычу, что здесь есть. Ну, может быть, не было бы, конечно, и никаких бы особо файтов. Ой. Бедняга. Покойся с миром. Ну, может быть, и не было бы никаких файтов, если бы не было бы так много здесь бегающего мяса среди этих струтиомимов. Конечно, немножко я ожидал совсем другого. Я думал, сейчас они, ну, то есть, наши церкви соберутся в стаю и начнут крушить полностью вот этих вот мелких... Боже, струсят. Мне ихний галдеж уже очень-очень надоел. Короче, пойду я отсюда. Обязательно поставь пальчик вверх, если тебе понравилось, подпишись на канал. У нас много еще, только все впереди. Много-много-много всего впереди. Пока-пока.